Виталий, приветствую тебя! На очередном совместном видеоанализ технический фундаментальный ищем, друзья, самые интересные, перспективные, по нашему мнению, сделки, даем в качестве рекомендаций и, конечно же, очень хотим, чтобы вы выжимали из рынка по максимуму все, брали хороший профит и не теряли энтузиазм и интереса к валютному рынку, к фондовому рынку и рынку прочих. Виталий, эта неделя, раз уж на мне фундамент, пару слов скажу, что впереди у нас соседание Европейского Центрального Банка, это традиционно для четверга, обычно важное событие для евро, евро, конечно же, в этот день крайне волатилен, но вот уже несколько недель подряд, каждый день я убеждаюсь в том, что на рынке есть только одна движущая сила, это доллар. Его сейчас с позиции фундамента очень трудно спрогнозировать, потому что есть факторы, которые свидетельствуют о том, что его нужно покупать с точки зрения его защитных свойств. Есть также фундамент, который, если не нравится идея покупки доллара с позиции защитного актива, пожалуйста, статистика по Штатам, те же самые доп. меры стимулирования, которые вроде бы как готовят, но даже этого недостаточно, чтобы спровоцировать развитие восходящего движения. Поэтому я допускаю, что, несмотря на наши ожидания, серьезные Европейского Центрального Банка и то, что евро, по идее, может даже сходить вниз на фоне анонса потенциальных новых стимулов, все равно все будет определяться долларом. Ладно, хватит следующим отступлением небольшим. Давай тогда к демонстрации экрана и к сделкам, которые мы давали в прошлый раз. У меня, кстати, в прошлый раз не так уж и много было возможностей, чтобы разгуляться. Я рекомендовал, в принципе, остановиться на золоте. И, кстати говоря, сделка действительно была очень крутой. Наш эфир был 8 июля, минувшую среду. И вот, в принципе, после того, как мы с тобой закончили вещать, золото реально полетело вверх и быстро достигло без каких-либо коррекций откатов от целевого ориентира на отметке 1815. Поэтому, друзья, золото действительно очень предсказуемо себя отработало. Очень надеюсь, что вы смогли заработать на этом восходящем движении. Сегодня в качестве идей тоже золото. Экономический календарь сегодняшнего дня пуст. Я думаю, что в среду мы с тобой вернемся к ЕЦБ и там что-нибудь найдем. Ну, я с позиции евро. Сегодня по золоту я предлагаю дождаться коррекции по району 1800 долларов за тройскую унцию. Стопос поставить на уровень 1791 и ждать прежнего переха и движения выше уровня 1815. Все золото сейчас остается активом, который пользуется спросом из-за того, что происходит с американским рынком долга с облигациями. Десять ветки на прошлой неделе ушли на минимум, по-моему, за 7 лет. Последний минус 0,78. И, конечно же, еще с опыта 2008 года у нас есть показатели корреляции между десять ветками и золотом. И если облигации снижаются, золото, как правило, растет. Поскольку сейчас вообще отрицательная доходность, инструменты, которые раньше были привлекательны за счет тех же самых купонов, процентов, они абсолютно сейчас непривлекательны. Золото на этом выигрывают. Я слежу, опять же, за притоком средств в ETF-ке, фонды, которые специализируются золотом. Ну, бешеный спрос сейчас, потому что никто не знает, что будет дальше с мировой экономикой из-за коронавируса. Каждый день рекордные показатели по приросту. Это уже не вторая волна. Мне кажется, это просто продолжение первой, которую недооценили. И эта ситуация не изменится, пока не найдут лекарства. Поэтому по золоту, если, друзья, вы ищете какую-нибудь перспективную долгосрочную сделку и не хотите заморачиваться там, где крокосрочно можно поставить стоп-воз, покупайте просто золото и ждите там 2000 и выше. Ну, а крокосрочно я также дал рекомендацию. И вторая сделка, на которую я сегодня хотел обратить ваше внимание, друзья, это доллар-иена. Продажа с уровня 107.10, стоп-лост 107.50 и трик-профит в районе 106. Раз доллар у нас не поддается сейчас какому-то объективному, что ли, правильному, предсказуемому, логичному анализу с точки зрения фундамента, тогда попробуем поработать с другим активом, который, кстати, пользуется более выраженными защитами, обладает свойствами, чем доллар. Это иена. В отношении американской валюты сейчас будет очень много статистики на неделю, но, опять же, не знаю, как доллар отреагирует на нее, потому что опыт последних недель показывает, что очень трудно спрогнозировать его поведение. А вот что касается иены, чем хуже сейчас новостной фонд, тем больше мы видим интерес к этому активу. Почему японская иена растет, когда ухудшается новостной фонд? Это связано с тем, что Япония – это главный и основной ведущий мировой кредитор. Соответственно, как только фонд ухудшается, инвесторы возвращают средства непосредственно в японскую экономику обратно на родину. Но это приводит к тому, что повышается спрос на валюту национальную, особенно против тех валют, из которых изымаются эти средства, в данном случае, вот из доллара. Поэтому думаю, что по доллару и иене мы еще сможем неплохо прокатиться, особенно если удастся отбиться от уровня 107.10. Виталий, слово тебе передаю. Спасибо. Так, всем привет. Видно и график, все отлично уже. Хорошо. Итак, как всегда, мы пройдемся по тем идеям, о которых я говорил. Также всегда советую всем следить не только за нашим, да, посмотрели видеообзор аналитики и забыли за него. Всегда нужно смотреть на комментарии, которые я иногда по возможности вставляю под видео и отвечаю на вопросы. Потому что может ситуация меняться. Итак, начнем с евро-доллара. В прошлую среду я давал информацию о покупке евро-доллара. То есть это было вот в этом диапазоне. Евро-доллар неплохо вырос. Этих отметок показал где-то прирост почти одну фигуру. Я советовал, скажем, на вот этих максимумах в тот же день, в среду, закрыть хотя бы половину сделки и перенести сделку без убыток. Сам я лично потом на следующий день, получается четверг, вообще советовал, скажем, своим подписчикам выходить полностью с евро. Мы даже в пятницу перекупили евро-доллар вот на этих минимумах. То есть, как ни странно, вот этот месяц, июль, скажем, у нас получилось вот эти практически все движения по евро-доллару локально взять. На максимумах мы закрывали. Мы чувствовали, что здесь будут какие-то откаты. Откаты были всегда какие-то странные. И вот реально каждая покупка, она была с такой опаской, что она не отработает, скорее всего. Но, скажем, неплохо сходили. И сегодня утром я даже тем подписчикам, которые давал покупочку в пятницу по евро-доллару, я советовал сегодня выйти. Почему? Потому что здесь, скажем, пока я не уверен, но, возможно, рисуется какой-то шорт по евро-доллару. Он, конечно, я буду ждать, скажем, сам лично, как закроется сегодня дневка, чтобы понять, будет здесь шорт или нет. Потому что дневки показывают на лонг, и желательно, что сегодняшнее закрытие по рынку будет. Поэтому вот такое у меня ощущение двоякое. Пока оно лонговое, скорее всего, но рисуются предпосылки для шорта сегодняшнего. Это мы к этому подойдем. В принципе, в таком формате. Хорошо, сейчас вернемся. Еще вторая идея, которая у нас была, это шорт доллар-иены. В среду я давал, вот так, на часовичках, сейчас посмотрим. Вот в этом диапазоне, в районе 107, 50, 60, давал идею на шорт. Первые локальные цели, вот эти минимумы. То есть они отработались и дальше где-то в район 106, 50. Практически сделали, там чуть-чуть не добили. Поэтому, считаю, этот пронос еще лучше отработался, нежели евро, потому что мы, в принципе, ушли. Хотя в пунктах это практически аналогично, но больше на дне, как смотрится. Итак, что на сегодня? На сегодня, скажем так, я дам идею по биткоину шорт. Я, в принципе, в прошлый раз говорил, что по биткоину вижу шорт. Вот, комментарий давал, я сам шортил, тоже говорил, что ставить стопы, вот мы вот здесь торговались, получается, это прошлая среда. Стопы советовал ставить где-то в районе 9500-9600, у меня лично 9600 стоял, потому что здесь, как вариант, ожидался вынос. Он, в принципе, произошел. Снова задавили вниз. Тоже так, немножко, почему к этой сделке нужно с опаской относиться, так как, в принципе, смотрел все топы, ну, там, эфир, лоткоин, рипл и другие, которые торгуются с долларом на криптовалютных биржах, они биткоин какие-то предпосылки показывают шорту. Ну, в принципе, всегда советую риск небольшой 1% ставить по инструменту, потому что здесь могут так прострелить, что мало не покажется вверх, как ты ранее прогнозировал, туда на 12-15 тысяч могут уйти легко. Поэтому шорст текущих у нас 9250, получается, стоп можно закинуть за вот этот хай, который был 9500, и падение у нас, в принципе, может хорошее получиться. Локальные цели, вот этот минимум 9100, и дальше в район там 8900-9000 вот сюда падение, ожидаю. Возможно, если будем пробивать, уйдем и более сильно вниз. Это что касается первой идеи. И вторая идея. Давайте так. Вторая идея, мы посмотрим по евро-доллару. Давайте таким образом я поставлю sell stop по евро-доллару. Конечно, так, это будет, давайте под 13.00, это sell stop. И stop loss поставим, давайте, в районе примерно 13.50. Вот такая идея у меня будет на понижение по евро, хотя она текущая, можно даже купить. Вот с текущих я бы хотел попробовать рискнуть, скажем, на понижение сыграть, но не с текущих, так как текущая ситуация показывает, скорее всего, даже возможен лонг, и мы будем пробивать вот эти хайи. Если здесь даже закроемся, то улетим, как и ранее ожидалось, в космос. Поэтому такая с отложкой идея. В принципе, кто удерживал и удерживает лонги по евро, в принципе, можно их и на текущий момент удерживать, и stop loss просто подтянуть даже не на 1.13, а где-то в районе 1.12.90, где-то вот за этот локальный минимум, который был. В принципе, конечно, мы можем там откатиться, зацепить отложку и потом уйти в лонг. Такое тоже не исключаю, но для этого есть stop loss, есть определенный риск, скажем, в формате. И учитывая то, что у нас по евро получилось за последнее время словить все профиты, можно, скажем, подойти к каким-то stop loss, чтобы не расслабляться нашим зрителям, кто пользуется нашими рекомендациями. Так как бывает такое, пропустил одну идею, она в плюс ушла, пропустил вторую плюс и на третью вошел, на пол депозита, да, она в минус. Поэтому, скажем, нужно держать всех, скажем, в ритме таком. Поэтому у меня пока все по рынку. Спасибо, Виталий, за комментарии. Ну что, давай тогда следить, как и всегда. Следующая встреча уже, собственно, в среду. В среду, я думаю, что нам будет актуально поговорить о Европейском центральном банке, потому что как раз за день до этого. И поскольку евро ты, в принципе, комментируешь, ну, возможно, пару слов, если скажешь, еще будет круто с позиции техники. Да, да, возможно, да, возможно, там что-то дорисуется, что-то более понятное. И тоже не факт, если у нас, в принципе, это в четверг, да, ЕЦБ. Да, да. Возможно, даже какая-то ловушка будет, они могут загнать под верх, а там как просолить вниз, скажем. Вполне возможно, да. Друзья, пользуйтесь идеями, рекомендациями, осмотрительно только. Мы, безусловно, обеими руками за, чтобы вы зарабатывали. Но это все-таки субъективная позиция. Контролируйте загрузку депозитов, вы следите за рисками. Это все-таки прежде всего. Спасибо, Виталий, еще раз. Хорошей тебе торговой недели, сегодняшнего торгового дня. И до скорой встречи. Пока. Пока.